одним словом тренинг хорош постоянством тренинг хорош постоянством почему я тренируюсь тяжестями потому что это мне доставляет удовольствие и здесь даже без какой-то особой стимуляции со стороны мотивации мне просто нравится заниматься с тяжестью мне нравится само чувство напряжения напряжение есть не что иное как своего рода проявление жизни разминочные подходы не обязательно ставить какие-то большие веса важно так тренироваться чтобы вам было приятно чтобы ощущение удовлетворения от того что вы делаете и тогда вы будете заниматься любым видом оздоровительной деятельности бегом ходьбой атлетической мастикой ну и постарайтесь так чтобы напряжение вам было приятно а не чрезмерное потому что если напряжение чрезмерное то это истощает вас и у вас возникает чувство отвращения от занятий а нам необходимо чтобы мы получали так называемые положительные эмоции от любого рода деятельности вот тогда будет жизнь в кайф а если этого нет то что проделаешь продаю свою пушку теннисный робот то есть тот который стреляет шариками а вы отбиваете то есть вам и парк модно надо просто я нравится больше качать теннисную пушку продаю больше нравится качаться хотя и в теннис очень хорошо играть просто там прыжки туда-сюда и как-то это все отразилось на моей стене и я перестал играть можно конечно и начинать играть но с теннисом это несколько сложнее надо организовать партнера надо куда-то поехать либо сюда его приглашать то есть некоторые тренировки можно делать по часу с лишним а можно тренироваться знаете как бы сказать как будто некогда времени на пресс вот как сейчас есть такое понятие как мышечная радость радость от напряжения от проявления волевого усилия то есть напряжение по своей сути это ничто иное как проявление жизни вот проявление жизни если вы проявляете какие-то движения проявляете какие-то напряжения чем они как бы мощнее тем уровень жизни вернее проявления жизни больше то есть такие могучие мощные напряжения но в то же время надо понимать что что надо восстанавливаться надо успевать восстанавливаться если человек не успевает восстанавливаться то он просто напросто может загнать для здоровья это вредно поэтому нам важно так тренироваться чтоб чтобы поддерживать себя в тонусе вот маленькие леса и пошло а а а то есть напряжение нам нужны напряжение есть не что иное не что иное как будет черпание жизненной энергии из пространства то есть мы за счет волевого усилия можем либо больше брать энергии либо меньше если мы совсем не берем энергии то есть не проявляем волевых усилий то естественно у нас и жизнь такая и тело достаточно какое-то рыхлое такое то есть мы должны проявлять определенный уровень волевых усилий как правило эти волевые усилия появляются через мышечное напряжение и поехали и 1, 2, 1, 2, 2, 1. И как правило не обязательно брать какие-то большие веса, еще раз за полтора можно получить дневное истощение Вот такие, умеренные веса и главное это регулярность, вот эта нагрузка она позволяет давать работу мышцы, то есть поддерживая ее объем и функциональные показатели в норме, заставляя работать гормональную систему Выработка половых гормонов, то есть это продляет нашу с вами, ну будем говорить, половую активность Что косвенно выражается в сохранении моложалости тела Естественно нагрузка заставляет работать весь организм, кровообращение, так-так-так-так Хочется есть в конце концов Понимаете, аппетит это тоже проявление жизни Жизнь это прежде всего потребление, хочется, 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 то есть хотение Чтобы это хотение было, его надо создавать И так, опа, не втакшись у нас вот вагн 33 миллион aspiration И это заставочка skinner. Н cuff не стоит. Начинается, Вся fertig и Либось что еще важно отметить это то что вот эти все занятия не позволяет сохранять суставы для того чтобы суставы были здоровыми надо давать им работу давать им работу не просто пассивно сгибая а чтобы все это было в нагрузке и вот когда это делается в нагрузке мышечный суставной аппарат сохраняется в долгое время в нормальном состоянии конечно чрезмерная нагрузка будет действовать изнашивающее на наш организм на наши суставы поэтому важно важно эту нагрузку для себя регулировать и опять таки все заключается в том чтобы вы позанимавшись чувствовали прогрев тела какую-то радость от всего этого хороший знакомый мне звонить так ну еще подход этого будет четыре подхода до рабочих весов так статья чтобы не дошел но это не надо главное дать нагрузку позаниматься а Папа! Хорошо! И хватит! Увлекаться с режимами не надо! Далее следующее упражнение Следующее упражнение у нас будет Отжимания на брусьях Есть упражнения любимые Которые нравится делать, хочется делать Есть упражнения, которые не нравится делать Но в то же время желательно их делать И те, в которых в силу ваших каких-то Анатомических и психоэмоциональных Особенности Ну вот они не идут вам Не идут! Не идут! Но надо делать Чтобы у вас через такие занятия исчезал вообще негатив А то Кто-то вам нравится, кто-то вам не нравится А вот такие вот простые вещи позволяют Позволяют Все Так сказать Сделать Наравившимся Потому что Потому что если упражнение какое-то не нравится Не получается А вы занимаетесь Занимаетесь И в конце концов у вас Начинает Получаться Вы чувствуете Где надо давить Прикладывать усилие Как это все проходит И наступает Радость От преодоления Самого себя Хорошо Ну поскольку я сделал Сейчас еще один Третий Третий И хватя И будя И хватя Меня не захватят Так А пока готовим Следующее упражнение Следующее упражнение Это жемлевая Музыка Вот У меня Мы Тремя практике особо не получались отжимания и жим лёжа. Жим сидя был гораздо лучше. Жим стоя двой рукой, потому что здесь-то сильно я давил, а вот это как-то не особо получалось. Но тем не менее я кое-чего достиг и в жим лёжа. Так, устанавливаем камеру. Камеру устанавливаем. Я не выключаю, чтобы всё занятие было одним куском, одним кусочком, чтобы вы услышали мои рассуждения, как я отдыхаю, как я настраиваюсь на веса. Хорошо. Главное получать вот удовольствие от того, чем вы занимаетесь. Удовольствие. Удовольствие отформулирует то, что энергия жизненная, она преобразуется в нечто, которое у вас есть. Преобразуется через вас в нечто такое положительное, что вас поддерживает и укрепляет. И если же будет отрицательное, то это отрицательное разрушает вас. Плюс ещё притягивает отрицательное, и в итоге вы в каком-то коконе, и у вас ничего по жизни не получается. Здоровье слабое. В жизни полный разлад, неудовлетворённость, чем-чем занимаетесь. Хорошо. Второй разминочный подход. Хорошо. Хорошо. Так. И заниматься так надо, чтобы, знаете, не то, чтобы вы ушли в спортзал, и у вас это какой-то там поход на полдня. То есть, если занятия длятся более часа, а тем более требуют на дорогу, туда-сюда часа три, с дорогой будут заниматься. То есть, вы в спортзал, со спортзала помылись, там, оделись, отдохнули. Всё. Этот вид спорта, оздоровительной деятельности, не имеет существования на то, чтобы вы продолжали им заниматься. Слишком много времени он требует. Важно, чтобы это у вас было как-то естественно и, знаете, не заморачивало вас на выделение свободного времени. Так раз, 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 вот как я сейчас перед обедиком. Опа. Позанимался, пустил кровь, дал мышечное напряжение, пообедал и на рыбалку. Итак, полтозик. Если бы у меня не поболело плечо, левое плечо. Ну, я бежал значительно больше. Кстати, а почему поболеет левое плечо? Так вот я сам себе задаю вопрос. Я нахожу на него ответ в своем далеком детстве. Я катался на санках с горочки. Мне еще там где-то было, не было и шести лет, даже пяти лет. И я об столб ключицей вдалился. Пришел домой, было, конечно, очень больно, там поплакал, но как-то будет прошло и все. И сейчас вот выясняется, сейчас выясняется, мне сказали. Оттуда никто там, родители заняты, я особо там ничего там не говорил. Дарился, да их дарился, знаете. Выясняется, что там был перелом, что там срослось. Естественно, эта травма, перелом, она отразилась на всей этой области. И в детстве, юношестве, в зрелом возрасте, все было нормально, ничего не говорила. А вот в пожилом возрасте, вот эти все травмы, начинают вылазить, начинают давать о себе знать, крайне неприятными болями и прочее. Итак, 60 килограмм. Ну и хватит. Вес такой приятный, 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 приятный его сжать. И хватит. Перейдем к заключительной серии упражнений. Время у нас 12-20, а я начал примерно без 10. То есть полчаса. Это очень хорошая, целенаправленная работа. Так, чуточку приближим. И сейчас такой идет сет у меня. Бицепс-прицепс, бицепс-прицепс. Бицепс-прицепс. Вес 15 килограмм. Могу и больше делать. Но, когда больше делаешь, с большим весом, получается, что у вас нагрузка не на ту мышцу, которую вы хотите прокачать. А вы начинаете ей помогать путем там различных таких манипуляций, подкидываний и прочее. Затот вы чистенько тянете. Чистенько тянете. И как раз на жутко идет. Знаете, мышцы без перегруза там суставов. Напряжение в других областях. Потому что, когда вес большой, приходится всему телу напрягаться, чтобы сохранить какое-то положение, нужное для подъема. А раз вы сохраняете это положение, нужное, то у вас, то у вас, у вас. Идет большой расход энергии. Неоправданно большой расход. Так, 30-50. На 35 грамм. Опачки, задели. Так. Так, 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 так. Второй подходик. Ага. Хорошо. 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 Отлично, так, поворачиваем на трицепс, чуть повыше Когда нагрузка идет туда, куда надо, мышцы работают, возникает ощущение на полностью мышц кровью, хорошее такое чувство, так называемое ПАМП Невольно возникает такое чувство, когда делаешь упражнение, еще сильнее напрячься Вот это то, что надо То есть это говорит о том, что вы отдохнувшие, что у вас все делается правильно А если вы делаете упражнение под конец еле-еле, то это не то Кстати, просто кстати 15 килограмм гря, поставим 22,5 Это большой вес очень Я просто продемонстрирую одной другой рукой раза по 3-4 Как это меняется положение тела и как я начинаю помогать невольно И поехал Начинаем уже телом работать То есть тут все напряжение уже напрягается тело И трудно понять, а что ты собственно качаешь И вот А тут точно я качаю вот эту мышцу, я качаю бицепс Я ощущаю как она качается, как она сокращается, как она наливается Все Если вообще правильно попадаешь И достаточное количество напряжений То мышца эта под нагрузкой начинает гореть Начинается такое ощущение сжения И вот как раз говорят, это именно то качество Или ощущение, которое надо вызвать для того, чтобы мышцы начали развиваться и расти Ну на заключительный подход так уж и быть Я поставлю 40 кг То есть тут 40 кг чистого веса 10, 20, 10, 20, 30, 35, нет Я ошибся, я делал это упражнение с 30 кг Я делал это упражнение с 30 кг А сейчас 35 кг Надо же Оно так как штокса Где-то так 37 кг будет Ну и поехали Заключительный подход Отлично Отлично Хорошечно Время 12.28 То есть я как раз Уложился где-то 40 минут занятий Это то, что надо Кстати, на времени здесь посмотрим, сколько Позирование, что вы достигли Что и как у вас тут поработало Что и что куда Да Бицепс 30 дельтоиды Грудники Пресс Общее впечатление Так с головой, чтобы я был Ну как-то вот так вот То есть важно, чтобы вам самому нравилось Чем вы занимаетесь И итог ваших занятий Время 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 Время